Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Они не пройдут. Пресекать их установку будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Количество общественных советов вырастет. В процессе управления городом нужно вовлечь как можно больше людей, считает мэр Олег Фурсов. Внимание, розыск! Полицейские ищут преступника, который насиловал и убивал молодых женщин. Трупы своих жертв он прятал в лесу. Экспертиза установила, от рук маньяка погибли как минимум семь девушек. Преступник орудовал в районе автодорог Оренбург-Челябинск и Самара-Оренбург, Ворске, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тазбулак, Можаровка. Подозреваемый Андреев Валерий Николаевич на вид ему 60-65 лет. Рост примерно 173 сантиметра. Особые приметы – золотые коронки на зубах слева и справа, на животе шрам от операции. За информацию, которая поможет найти подозреваемого, губернаторам Оренбургской области гарантирована премия в размере 500 тысяч рублей. Еще миллион обещают в МВД России. Сотрудники полиции накрыли подпольное горное заведение. Оно располагалось в советском районе Самары. Впервые сведения о том, что здесь работает незаконный интернет-клуб, оперативники получили в январе. Тогда в ходе проверки полицейские изъяли компьютерное оборудование и задержали мужчину, который может быть владельцем подпольного заведения. На него завели уголовное дело, оставили под подпиской о невыезде. Но, как выяснилось, закрывать прибыльный, хоть и незаконный бизнес, мужчина и не думал. Вскоре в том же помещении полицейские изъяли свыше десятка компьютеров, черновые записи и деньги, которые, скорее всего, были получены нелегально. Во время проверки подпольный клуб не пустовал. Четверо посетителей и администратор не стали отрицать, что это заведение горное. Региональным следственным комитетом на владельца заведено уже второе уголовное дело. В Самарской области усилены меры безопасности на общественном транспорте. На особый режим переведены охранные службы метро, вокзалов и аэропорта Курумыч. Такие меры связаны с терактом в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел накануне днем на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По последним данным, 11 человек погибли, 47 получили травмы. Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Цитата. Этот бесчеловечный акт еще раз свидетельствует о том, что силы, заинтересованные в активизации террористической деятельности и дестабилизации ситуации в России, продолжают оставаться главной угрозой для нашей страны и всего мира. Поэтому борьба с терроризмом сегодня по-прежнему является важнейшей задачей нашего государства и общества. Трагедия в Санкт-Петербурге заставила самарцев быть более внимательными и осторожными. В понедельник в 10 часов вечера в Сбербанке на улице Революционная жители заметили подозрительный предмет и сразу же вызвали полицию. На место в считанные минуты прибыли саперы-кинологи с собаками, бойцы ОМОНа, несколько машин скорой помощи. После проверки выяснилось, вызов ложный. Вместо бомбы в помещении находилась бесхозная коробка. Заранее продумать пути отхода. Самарских коммунальщиков просят как можно скорее составить маршрут вывоза мусора в связи с ремонтом Южного моста. Его перекроют уже в апреле. Основной поток транспорта уйдет на мост на улице Главная. На Южном останется две полосы из четырех, по которым смогут ездить только легковые автомобили. В связи с этим грузовики с мусором должны будут двигаться в объезд на полигон в Преображенку, либо вывозить отходы на другие свалки. На плановом совещании по вопросам ЖКХ речь зашла и о большой весенней уборке города. Управляющие компании должны иметь весь необходимый инвентарь, чтобы выдать его жителям. Также городские власти просят коммунальщиков быть бдительными в связи с терактом в Санкт-Петербурге, обращать внимание на все незнакомые и подозрительные предметы. Но принять меры предупредительного характера, то, что в наших силах, это можно. Давайте именно об этом и будем помнить. И каждый в рамках своих должностных полномочий действует. На совещании первой замглавы Владимир Василенко отметил работу некоторых управляющих компаний и муниципальных предприятий. Их руководители получили грамоты и памятные подарки. Незаконные киоски не пройдут. Обычно нелегальные ларьки устанавливаются в вечернее время. Пресекать такие нарушения будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Нарушителям грозят серьезные штрафы. О киосках, лотках и рекламных счетах, которые вышли за рамки закона, говорили на совещании в городской администрации. Как черт из табакерки, периодически в разных районах Самары появляются незаконные киоски. Ставят их без разрешения и необходимых документов. Следовательно и продукция, которую торгуют в таких ларьках неизвестного происхождения. Контролировать, чтобы неприглядные и незаконные киоски не возникали во дворах рядом со школами, будут специальные мобильные группы. Их создадут в каждом районе. Неоднократно получаем жалобы на размещение несанкционированных объектов потреб рынка. Я в пятницу был свидетелем такого монтажа. И вместе с главой и сотрудником полиции мы пресекли это деяние. И мной принято решение о создании районных групп мобильных, которые будут работать в вечернее время, ориентировочно с 6 вечера до 12 ночи, для того, чтобы выявлять такие акты, такие попытки. Если люди хотят заниматься цивилизованным бизнесом, они должны пройти определенную, скажем так, логику регистрации и получить разрешение. Не место на улицах города и незаконной лоточной торговли. Неизменные спутники таких развалов, грязь и мусор. К тому же за качество продуктов никто не ручается, а значит они могут быть просто опасны для здоровья. Уже две недели сотрудники Департамента потребительского рынка и услуг вместе с полицейскими проводят рейды по местам такой нецивилизованной торговли. Нарушителям закона выписывают штрафы. На прошлой неделе 30-го числа у нас был выход в Куйбышевский район, Пугачевский тракт 19-25 и Молодежный переулок 20. Составлено 12 административных протоколов. Работу продолжаем мы дальше. Порядок наводят и в сфере рекламы. Незаконные щиты долой. Коснется это и тех конструкций, что установлены на частных территориях. Собственниками земли, которые разрешили разместить на ней нелегальные рекламные щиты, будут работать межральонные группы. Из сотрудников администрации города, прокуратуры и полиции. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Турист из Самары погиб при загадочных обстоятельствах в Кабардино-Балкарии. При Эльбрусе исследователи проводят проверку по факту обнаружения тела 31-летнего самарца в гостиничном номере в поселке Терскоп. Он поселился в отеле 23 марта, а на следующий день другие постояльцы почувствовали неприятный запах, который исходил из его номера. Обеспокоенные жильцы обратились к администрации отеля. Когда дверь номера вскрыли, то обнаружили туриста мертвым, а еще одну жительницу Самары без сознания. Девушке оказали первую помощь, а сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. Объяснить, что произошло в номере, она так и не смогла. С начала года из Самарской области выдворили более 180 нелегальных мигрантов, а за последнюю неделю на родину отправили 26 иностранцев. Напомним, наибольшее количество мигрантов по-прежнему прибывает в 63-й регион из стран СНГ. Треть гастарбайтеров приезжают из Узбекистана, почти каждый пятый из Таджикистана, каждый десятый из Казахстана. Также в Самару едут из Киргизии, Азербайджана, Армении, Украины, Белоруссии и Молдовы. В Тольятти завершился прием документов от претендентов на пост мэра. Лучшего из числа кандидатов предстоит выбрать специальной конкурсной комиссии, которую возглавляет губернатор Самарской области. В ее состав также входят представители городской общественности и местные депутаты. В списке 19 фамилий. Причем 13 человек обратились в комиссию в последний день, 3 апреля. Среди них есть представители местного бизнеса. По одному кандидату от городской администрации и думы, один пенсионер, двое временно не работающих. Фамилия действующего мэра Сергея Андреева минувшим вечером в списке отсутствовала. Билеты на восходы до Сызра не могут начать продавать онлайн. Точные сроки появления электронного сервиса пока не называют. В Самарском речном пассажирском предприятии уточняют. Процесс этот небыстрый. В электронной продаже билетов на теплоход остро нуждаются пассажиры. Пока приобрести билеты на восход можно было только на палубе теплохода. В случае большого числа желающих в салон, рассчитанный на 70 пассажирских мест, можно и не попасть. Весеннее тепло придет в Самару уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, постепенное повышение температуры воздуха начнется со второй половины недели. Днем воздух будет прогреваться до 5-11 градусов. 4 апреля в Самаре ожидается облачная погода, но с прояснениями. Температура воздуха составит минус 2-3 градуса. В ночь на среду 5 апреля столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а при прояснении до минус 10. Местами на дорогах будет гололедица. Днем будет держаться плюсовая температура 1-5 градусов. Общественных советов станет больше. Это сделает совместную работу власти и людей более эффективной. Об этом говорил глава города Олег Фурсов на встрече с представителем общественных советов промышленного района. Первые объединения активных самарцев появились в районе 2 года назад. В этом году их число хотят увеличить в 3 раза. В состав советов войдут старшие по дому, председатели ТОСов, представители общественных, образовательных, медицинских и других учреждений. В процессе управления городом нужно вовлечь как можно больше людей, отметил Олег Фурсов. Мы с вами тут и там видим окурки, выбрасываемые из окон автомобилей, мусор, выбрасываемый в пакетах, организованных с балконов. То есть ситуацию можно переломить только путем вовлечения большего количества людей в процессы преобразования в Самаре. Это ни для кого не секрет, что мы приближаемся к чемпионату мира по футболу. И главная сейчас задача – это привести город в порядок, сделать его цветущим, красивым, благоустроенным. Городская среда, школа грамотного потребителя, здоровье детям. Ход реализации партийных проектов обсудили на заседании Координационного совета сторонников партии «Единая Россия». Их объединяет активная гражданская позиция в деле общественного контроля практической деятельности партии и поиска оптимальных вариантов реализации ее программы. Также сторонники вносят свои инициативы. В частности, недавно Президиум Генсовета «Единой России» утвердил три новых федеральных проекта. Это «Клуб сторонников», «Моя сторона» и «Мониторинг социальных конфликтов». А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Самарский врач Виктор Поляков провел первую в стране операцию на сердце. В кардиодиспансере сегодня в память о выдающемся хирурге появилась мемориальная доска. Самарские школьники за чистый город. Каждый день экологические отряды выезжают в парки и скверы на агитационном автобусе. Они строят танки и самолеты, но огневой мощью никому не угрожают. Моделисты демонстрировали свой арсенал на фестивале «Мужские игрушки-63». Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин